Привитос, амигос. Сегодня, значит, собираюсь играть на Блэк Принсе в аркаде на англичанах, то, чего вчера не удалось, сегодня онлайн у игры подрос, но понятно, что 10-гиговый патч качать не все могут быстро, так что я забыл сделать вчера, это поставить сюда боеприпасы. Много кто-то понаписал, конечно, в комментах к предыдущему видео, про то, какая на Блэк Принсе легендарная пушка, все-таки какие иногда нудные люди играют в War Thunder, знатоки этих боеприпасов, знатоки орудий, легендарная 17-фунтовая пушка. Кстати, вот мне интересно, как вот человек, который вот не танковый задрот, который там не лазит по интернету, не смотрит видео, может разобраться вот в этих боеприпасах. А если обычно, вот на что я привык в играх про танки смотреть, да, сколько боеприпас пробивает и сколько дамажа. Дамага здесь нет, окей, остается только пробивание и какая-то смутная картинка, которая подписана как поражающее действие. Вот мне вот в этих поражающих действиях, как, собственно, разбираться? Вот здесь с брызгами картинка, здесь без брызг, то есть, и чего, какие снаряды лучше-то? Подпишите хоть там высокие поражающие действия, большие, маленькие, хоть какой-нибудь ориентир-то добавьте, кроме рисунков. Вот здесь вот красная почему-то искра здесь нарисована, поражающие действия. Как вот в этом ориентироваться, я не знаю. Это надо лезть в интернет, смотреть, что там это все значит, на форуме, гайд. А если я не хочу всем этим заниматься, что тогда? Как бы не все же люди такие, которые там будут листать энциклопедии. Даже когда я модели танков собирал и читал энциклопедии, чтобы разобраться там, какие танки как красить, и вообще интересно было. Даже тогда я не разбирался в танках настолько, чтобы там знать, на каком танке стоит какая пушка, какими она снарядами стреляла там в каком-то там году. Я представляю этих людей, они, понимаете, они вот дали себе труд пойти все это вычитать, разобраться и нести эту истину в массы, а оказывается-то что? Оказывается, что это никому не интересно на самом деле. Или они ходят, бедные, с вот этим багажом своих знаний. Странно. Я вроде сейчас выбрал этот боеприпас, или мне показалось, но я почему-то... А, вот он, наконец-то. А, сейчас, сейчас. Вот, и они знают про танки много чего, но им, бедным, некому просто это все рассказывать, потому что никто не хочет про эту фигню слушать, да? Там не бывает таких ситуаций, что вы идете по улице там с какой-нибудь девочкой, она тебе говорит, ой, расскажи что-нибудь интересное, а ты начинаешь. А вот ты знаешь, что на танке Блэк Принт стояла легендарная 17-ти фунтовка? Она скажет, нет, боже мой, что это? Ну, это такая пушка, которая была призвана нагнуть тигр, между прочим. Она такая, ой, пойдем я тебе дам ближайшей подворотни. Не будет такого никогда, потому что девочкам плевать на танки, как они там сделаны, какая в них стояла пушка. Ну, и, конечно, и пацанам многим даже на этом не очень интересно, я вам даже больше скажу, потому что, ну, наверняка вы в своей компании с этими своими знаниями про танков начинаете всем навязывать вот эту свою фигню, типа, чуваки, а вот вы там в танках, а вот знаете, там, вот в том-то году, там, никто это слушать не захочет. Кстати, я вот теперь понял, почему вчера про ландшафт писали. Я отлично помню, что раньше на зимней карте снег под гусеницами люто продавливался, а теперь картошка стаял, а на снегу появляется рисунок, и то не везде. Рисунок от гусеницы, но ландшафт не продавливается, а между тем у меня ландшафт стоит на... Ну-ка, сейчас посмотрим, а то никто не поверит. Графика. Я попытался убрать траву, потому что трава сыпется, да, на видео, я посмотрел, не знаю, где именно это убирать. Качество ландшафта, это что? Его объём, фактура. Ну, всё равно, блин, и вот я не знаю, то про траву или про это. Вроде у меня её раньше не на максимуме стояло, но всё равно не продавливается, не продавливается ничего. Но при этом на танке теперь появилась заснеженность такая. Видите, он с снегом теперь. И раньше что-то такого не помню. Он вроде как индивел тогда, устроился белёсый, но вот именно вот этот снежный налёт в таких вот складках брони, он, по-моему, только сейчас начал появляться. Ну, выглядит, конечно, божественно. Базар, они ещё бы ландшафт оставили, мнущийся, вот как в Спинтирс в этом, или Спинтайрс, в игре про говномесы. Была бы крутотень. Всё, высказал все свои претензии, ну, теперь приступим. Ну, просто надо было что-то высказывать, пока этот танк в атаку едет, потому что даже в Ракаде он едет очень долго. Даже не знаю, может, кто меня на трассу подвезёт. Здесь есть прикольная функция в игре возить на трассу. Мы когда с чуваком во взводе играли, он меня, мой ИС-2 Пантеры, таскал в атаку. Очень быстро мы доезжали до точки захвата. Пантера очень мощно тащит. В свою очередь я его, Тигр-2, на своей 44-ке тащить вообще не мог. То есть, если ИС-2 привязать к Пантере, мы оба едем, как вторая Пантера. Если 44-ку привязать к второму Тигру, мы оба едем, как второй Тигр. Ой, блин. Ну всё, там наших уже разбомбили пока. Моя легендарная 7-фунтовка этой доедет, или как там её, 17-фунтовка. Постоянно забываю, где тут в настройках убирать траву в прицеле. Я её уберу, тут что-нибудь, какое-нибудь обновление выйдет, они мне опять пихают прицелы. И бинокль постоянно. Почему? По умолчанию не назначу кнопку для бинокля командирского. Ёлки-палки. С кем я в бою-то попал? Тигр-Е. Чё ещё? ИС-2 есть, Тигр-2 есть. Нет, нет, очень хорошо. Есть шанс хоть что-то сделать полезное на этом Блэк-Принце. Ну, господи, если доеду, конечно. Ну что ж, у меня смутные сомнения. У меня экипаж там хоть в полном составе. Может мехода нет? Не, сидят вроде. О, наконец-то, наконец-то. Его убили, передо мной убили. Убийцы, блядь. Дайте мне-то кого-нибудь схавать. О, да. Ах ты как, 17-ти фунтовка залетела, смотрите. Удивительно, почему у него экипаж не весь помер. По-моему, у него больше половины экипажа было вынесено только что этим выстрелом. Чё, командная работа. Теперь каждую награду объявлять будут. Труп почему-то тут мелькает. Не может понять, умер он или нет ещё. Ну, надеюсь, что он не знает, куда пробегнуть. Ну, почему крестик? Он на ремонте стоит, я надеюсь. Да. До дна он, дрюкнули. Ну, врага где-то играть, ну, поприятнее, конечно, когда знаешь, где враг стоит. Это уже другого уровня бои. Не соревнования, у кого зрение лучше, а текстуры меньше. Так, где, где, где? О, Су-50 вторая, ну, это мощная хрень, надо. Ну, куда, господи, я же не догоню. Ну, почему? Чуть сзади кто-то едет. О, ёлки-палки. Слушайте, мне кажется, что галера, на которой рабы голодные веслами гребли, быстрее по морю двигалась против ветра в шторм, чем Блэк Принц едет по полю боя. Да, это там танк пехотной поддержки, кто-то написал. Да мне какая разница, какой это танк? Я хочу, чтобы он ездил с собакой. Бешеная. Блин, на нём же играть невозможно. Опять труп мельгает. Что такое? Да кто скрысил-то? Ещё и свой же его убил. Чёрт. Они своих убивают, лишь бы мне фраги не давать. Что за фигня? Админ, дай им баны, ё-моё. Где эта сволочь, предательская морда? Странно. Я по карте вижу, что здесь кто-то есть. Сейчас пулемёт беса его найдёт. Что происходит? Где вражеский танк здесь? Смотрите, смотрите на миникарту. Здесь есть танк, но его нет. А кто тогда своего убил, если здесь нет никого? А, он за камнем, что ли? А, он за камнем. А как он тогда убил своего? А, его артиллерийским ударом убили. А, угадай, кто сзади. Бам, в пердак. Ой, ваншот какой забавный. У него двигатель взорвался, что ли? Эх, да, в родной ракаде. Лазить на этом танке. Ну, Господи, ну повернись же ты, ёптить. Мне кажется, трамвай быстрее на рельсах развернётся, чем... Сука, ты будешь ехать или... А, да, мы развернулись. Отлично, это уже половина победы, мне кажется, для этого танка. Я представляю, что если этому танку кто-нибудь выйдет в борт, всё, это смерть, потому что этот танк повернуть уже не успеет никогда, ни за что. А вот здесь, смотрите, где снег поглубже, тут колея нормально продавливается. Ну-ка, сейчас попробую. Может, Блэк Принц мало весит. Да, смотрите, в глубоком снегу остаются следы. Они просто теперь разделили снег глубокий от неглубокого. Да, так ему, так ему ничего. Так ему без дамага, вот тебе, сволочь. Бля, какой говнюк, а? Ну, чё он выцеливал-то? Где повтор? Куда он меня пробил? Наводчик двойной обморок пережил, по-моему. Да, ну всё, как обычно, танк нахуй. С первого выстрела чё-то поломалось. Он, блядь, теперь не ездить, не стрелять ничего не может. Да, это не мир ваншотов, но после первого же попадания ты начинаешь жалеть, что тебя не ваншотнули. Капец. А, да, тяжёлый танк. Блэк Принц. Могучая, могучая установка. С первого же выстрела все померли. Стрелять не могу, ничего не могу. Чё тут делать? Видимо, это очень командная игра. Это очень командная игра, но никаких команд тут постоянно нет. Ну, если только во взвод собраться и... Блин, да и то, я не знаю. Сука, одно раздражение. Проверить, что ли, разрушаемость на сарайке. Отлично. Снаряд просто насквозь пролетел эту избушку. Ну, видимо, он насквозь на вылет пробил брёвна. Будем считать, что дело в этом. Ох, как танк на зимний... На зимний... Наверное, у меня гусли летние, да? Чё-то заносит сильно. Ой, ёл. Физика чё? Вот в аркаде физика, так физика прям. Самая физическая физика. Чё так медленно летит этот самолёт? Он как дирижабль в воздухе завис. Ну, чё, попадание-то хоть будет? На, ты из пушки её хоть. Ну, попадешь ты, господи! А, пошокол. Командная работа! Командная работа с какого-то хрена. Орудия заезжая! Я ничего не сделал, и мой напарник ничего не сделал. Моя команда! А вот и мой убийца приехал. Ну, а теперь ты без заряжающего посиди, без наводчика. Да-да-да, я уже еду. Чёрт. Надень. Сверху. Накидая ему полную задницу снарядов. Давай, залп уже пускай. Ёптись. О, наводчик, чё-то смотри. Упс. По-моему, я артиллерии своего вальнул. Охренел, он там ездит. И ездит, где не надо тоже. О, так ему, да, рикошет получи. Всё, разрядился. В ангар, сволочь. Око за око, и у меня... О. Око за око, и у меня тоже... На двух танкистов стало меньше. В танке стало просторнее. Дышай. О, как раз из башни наводчики вышли. О. Ну, этого я бы и не пробил, мне кажется. Артиллерийские обстрелы, они как обычно, они своих только хорошо валят, по-моему. Так, ну что, осталось вот эту пушку протестить, вот эту машинку, да? Чё, она умеет, чё, она владеет. Убрать, убрать. Посмотрим, пробьёт она, Тигр, где этот или нет. Ну, в какое-нибудь, наверное, волшебное, уязвимое место. Вражеские войска захватили точку. Так, какой пробой выше? Вот у этого. Следующий бронеболный. Дом на вылет, хоп. Чем-то танкисты заняты, кто-то, наверное, подрисовали, да? Можно из пулемёта внутрь тебя стрелять, в своей машине, интересно? Нет, к сожалению, не нагибается так сильно. Ну, чё, Тигрое-то сняли с пробега, или он там ездит до сих пор? Ездит ещё. Это чё такое? Командир ранен. Ну, хрена тут в кабриолете-то воевать, ёбка. Он хоть разбился, нет? А, вот у меня и пулемёт выключился, командир ранен. Где он сидел? О, несчастливое место. Сбейте кто-нибудь его, ё-моё. У нас же вон зенитка есть какая-то. Да. Интересно, нахрена делать, блин, машину без крыши? Это же просто жесть. Ух, как её носит. Ну, чё, где этот Тигр? Там, доехал хоть до сюда, нет? Продолжаем в том духе и победим. Я настроен отомстить. Нихрена ему влетело, как член в рукомойник. Ранг не имеет значения. О, мне медаль какую-то сюда сдали. Ну, чё, папский выстрел, нифига я его ваншотнул. Только башня у этого танка медленно крутится. Наверное, потому что командир был, да весь вышел. Командир, наверное, отвечал за пострельбу из пулемёта и повороты башни. Причём прикольная машинка. Вот это, наверное, первый англичанин, который нормально ездит, 35 километров. У него пушка приличная очень. Но боевой рейтинг, правда, большеват. Крупноват для его уровня. Но раз такая пушка, почему бы мы играть им тут не завысить? Ну, в горку, конечно, он с Киез. Вообще не едем, да? Непреодолимая преграда из битых кирпичей. Как всегда, в команде Даун. Даун не, наверное, хотел написать. Так, посмотреть-то, как будто вообще в эти командные игры только одни эти играют. Нет такой игры, где люди довольны командой. Ну, здесь уже должны, кстати, следы от бусинства оставаться. Вдавленный ландшафт, нет? На пригорке, типа, снега тонким слоем навалило. Давай, подхлестывай лошадей. Надо же забрать СТ-шку. Мы ещё можем затащить этот бой. Отталкивайся. Гребите лопатой по снегу. Вон она у вас сзади. Привет. Господи, только бы успеть, только бы успеть, только бы успеть, 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 успеть. Да пошёл нахрен! Заряжающий ранен, отлично. О, бля, нифига вас тут, ребята. Да. Я не знаю, что тут наш этот стоял. Ни хрена никого не подсветил. Он виноват. Да. Ещё меня и убил-то откуда-то, самый дальний. Ну, вот это проблема. Ракады, на самом деле. Вот эти вот стрельба через всю карту. Из-за этого зелёного крестика. Вот не было бы крестика в аркаде. Меня ещё, притом, привёрнутый чувак какой-то убил. Вот, было бы в аркаде просто маркеры, всё цели, всё подсвечено, но без этого читерного крестика. Хочешь стрелять с другого конца карты, стреляй на глаз. Это было бы нормаливаться. Отлично. Так, хотелось бы всё-таки поехать заценить какие-нибудь разрушаемости. Если они тут есть. У ИСАУ первого, какой у меня боевой рейтинг. Всё вроде нормально настроено. Надо в Берлин попасть. Не повезло попасть в Берлин, к сожалению. Зато... Зато нагиб идёт просто лютый на этой карте. Смотрите, сколько. Ну и кидал. Ракада. Зелёный крестик навёл, зелёный крестик нажал. Но почему? Есть это. Во-во-во-во. Тихо-тихо. Что там было-то? Не должно такого быть. Воу-воу. Изи, изи, самолёте. Узбогойся. Такой воинственный. Вон по вот этой... Сладкой парочке. Чё так ему? Нахрен мне на очередь. Ты должен... А у меня снаряды кончаются. Воу-воу. А, ну кто? Сзади. Сзади. Мы поедем сегодня, нет? Нет, мы не поедем. Мотор сломан. Покинуть машину. Чё ждать-то? Блин, где Берлин? Да, наконец-то. Наконец-то. Спустя целый день я пытался понять на... Попасть на какую-нибудь карту с разрушаемостью. Вот. Вот эта карта Сталинград. Наконец-то. Ну, это понятно, что это вокзал. Узнаю. Узнаю это место. Где-то здесь недалеко должен быть тот самый... Ну, хотя, может быть, Тём Павлова на карту не попал. Ой, какая разница. Давай разрушаемость. Смотрим. Шикарная разрушаемость. Не знаю, чё разрушилось, правда. Говорили, что надо стрелять 152-мм фугасом. Вот я хочу сломать эту стену. Это, кажется, Сталинград. Даже спрошу, чё тут разрушается. Капсом спрошу, чтобы все видели. Просто капсук зажат. Чё тут разрушается, спрошу. Ясно, чётко, чисто по-русски. Сейчас смотрим. Ещё разок шмальну вот в эту стену. Чтоб ни у кого сомнений не осталось. Это, да, это 152-мм пушка. Точно надо почитать, убедиться. А то скажут, что я опять не с того стреляю. Вроде с того, 40 килограмм фугаса. Хоть бы хрен. Наверное, это какая-то железобетонная стена с очень крепкими сваями. Давайте пойдём, найдём какой-нибудь домик более хиленький. Домик Нуф-Нуфа. Волку не сломать. Пойдём Ниф-Нифу на дом чахнём. На соломенный. Может, он рухнет. Ну, естественно, Сталинград, город Сталина, на совесть делали. Смотрите, какие толстые стены. Вообще, у КВ-2 есть бетонобойный снаряд. Может, бетонобойным бахнуть? Сейчас меня убьют, чувство. Я ещё ничем не бахну. Вообще, здесь, конечно, одни руины. Ну, давайте, может быть, сломаем вот эту тонкую-тонкую хреньку. Потрясающая разрушаемость. Как всё рухнуло. Прям, ух, прям сыпется. Осколки кирпичей чуть мне мониторской стороны экрана не разбили. Балки и крыша. Стены надо несколько раз стрелять. Из крупных калибров. Балки и крыши, говорит он. Хорошо, давайте посмотрим. Ну, балки и крыши деревянные. Понятное дело, они и раньше разрушались. Вы что, офигели, что ли? Балки и крыши. Чё тут разрушать? Шифер, что ли? Ну, давай, шифер разрушим. Может, он как-то красиво разлетится. Потрясающе. Потрясающе. Разлетелась крыша. Крышу просто сорвало. О, да. Мне кажется, что это миф. И на самом деле тут ничего не рушится. У меня такое подозрение. В чатах многие пишут, что разрушаемости никакой нет. Может, надо сесть на самолет и с самолета бомбы сбросить. Тогда может что-нибудь рухнуть. Причём здесь все здания однотипные. Тут даже рушат ничего. То есть, хочешь попробовать чё-то другое разрушить, а они не рушатся. Но вообще-то там в патч-ноуте говорили, что теперь можно пробить стену и проехать сквозь дыру в стене. Вот, давай. Вот эту мне сломай как-нибудь. Бетонобойный снаряд. Это же бетонобойный, да, снаряд? Ничего не путаю. Бронебойный снаряд? Нет, это не бетонобойный. Бетонобойный я её не взял. Может, надо раз десять выстрелить из КВ-2, но с такой скоростью перезарядки я не верю, что... Вот этот дом, вот этот дом точно рухнет. Потому что такие дома и в Армате, и в Картохе, они давятся гусеницами, разрушаются. Посмотрим, что будет здесь. Вот этот вот сортир привокзальный сейчас. Может, у него какая-нибудь дыра правдоподобная появится. Давай, давай, заряжай. Вываливай за Сталина. Да, действительно, вот маленькие домики. Смотрите, 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 рассыпается. О! Пошла жара. Прикольно, слушайте, вот это он развалился. Да, а большие здания, значит, разрушить нельзя. Только мелкие сортиры. Вот тот сортир тоже, его уже кто-то... Ну-ка, а если я тараном врежусь, что будет? А, ничего не будет. Посмотрим, что будет, если вот в это здание бахнуть. Бамс. А ничего не будет. Ну, как я и сказал, я сразу сказал, что я не верю, что будет разрушаться всё. Будут разрушаться отдельные стены, отдельные дома. Вот чисто вот специальные. Специально под это подготовленные. А, ну тут, конечно, будет что-нибудь разрушаться. Внутрянка там. Вот, ну, как бы, вот этот дом тоже точно должен рухнуть, по идее. Вот, вот этой тонкой стенкой. Чё у него там стенка-то? Кирпичная кладка. Вот, вот в этот проём, если я над проездом бахнул, ну, всякое, по идее, должен рухнуть. Да пошли вы с артиллерией в очко. Иди в жопу от меня, не трогай меня своими, блядь. Ручонками. Лётчик. Она низ, блядь. Ну, чё там? А, ничего. Вообще ничего не случилось. Всё, меня уже убивают. Я пока ехал, выбирал, какие мне стенки поломать. Один-единственный дом, короче, я нашёл, который ломается на этой карте. Так. Покинуть машину. Один крен сейчас разберут. У меня есть другой безумный план. Сейчас я возьму, возьму СТ-шку. И призову куда-нибудь артиллерийский удар бахнуть. Меня убивают, они стоят стены долбят. И кому-то нужен. Тут всё равно за победу был, если нет. Бам. Этот не рушится, понятно. Сейчас, вон. Вот, сразу дом, который может рухнуть. Вернее, вот. Вот типичный дом, который может рухнуть. Вот такой сортир. А сюда и не кинуть. Артиллерию. Вот такой сортир только из крупного калибра можно, да, развалить. А маленький калибр на нём и следа не оставляет, что самое обидное. Что, типа, разрушаемость есть офигенная, но... Это надо, чтобы кто-то выстрелил из крупного калибра зачем-то в дом. Вот этот дом можно разбомбить. Вот этот должен рухнуть. Сейчас посмотрим, артиллерия, когда разбомбосит. Посмотрим, что будет. Очень меткая артиллерия, прям от бога. Это пока пристрелочная. Сейчас, через пять минут, нормальный залп будет. А что будет, если я выстрелю в цистерну? Потрясающе. Я так и думал, в общем-то. Нет, что, серьёзно, я не верю. Алло, со второго. Да, у меня танк, ну, очень, не очень. О, наконец-то пошла жара. Всё, дом теперь полностью рассыпется, да, я прав? Он будет постепенно рассыпаться, разрушаться вот эту модель понедельник. Ну, вот только бы, если бы всё рушилось, это был бы базар, да. Но рушится не всё, а только вот такие тоненькие клипки строения. И то от очень-очень классных побеждений. Не, ну если, короче, в каком-нибудь городе, да, уже потом, когда допилят это до конца, в каком-нибудь таком городе, если пролетит самолёт и сбросит бомбы на улицу, да, и там вот дома начнут вот так осыпаться, вот это будет красиво. А когда один-единственный танчик ездит и пытается обрушить эти домики, это неинтересно, незрелищно. Но это уже хотя бы первый уверенный шаг к этому. Но желательно ещё запилить, конечно же, следы от мелких орудий, чтобы на доме появлялись, потому что вот это, ну, не знаю, хоть какая-нибудь дырочка-то должна, хоть какие-нибудь крошки вылететь. А, мы не успеем взорвать этот дом, потому что команда проиграла. Мы потерпели поражение. Алини Камчатский, я целый день пытался туда попасть, и тут такой облом. Ну, надеюсь, что все рады, все счастливы, все довольны. В общем-то, никакого сенсационного разрушения нету. Заявление громче, чем треск при рушащихся домах. В чате пишут регулярно, что разрушений на самом деле нету. В принципе, согласен, на самом деле, их скорее нету, чем они есть. Точно так же, как у Картохи, можно разрушить какую-нибудь хатку Бобра или Бабушкину избушку, но не более. Я не вижу, чтобы можно было какие-то дома разрушить. Кто говорил, что в Берлине рушится всё, кроме Рейхстага, возможно, сам там ещё и не играл. Слухами земля полнится. Но всё равно сортиры рушатся прикольно. В принципе, перевод на новый движок – это уверенный шаг к прогрессу. Ну, не с первого патча, в общем-то, Москва строилась, хотел сказать. Ну, не с первого патча такие радикальные изменения можно сделать. Надеюсь, что с продолжением затягивать не станут и доведут разрушаемость, собственно, до ума. И геймплей доведут до ума, в частности, всё-таки. Засветка по звуку выстрела в реализме, я думаю, будет правильным шагом. Вот, я так считаю, мне так кажется. Всё, на этом всё. Можете что-нибудь сжать, что-нибудь писать и всё такое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!